Ну а в сентябре на том же Первомайском бульваре пройдет гастрономический фестиваль Первый маркет местной еды. В одном месте объединятся 30 кулинарных проектов. Здесь будут и начинающие, как их называют, гастроэнтузиасты, и повара с профессиональным опытом. Предлагаемые блюда будут авторскими с опорой на исторически сложившиеся ярославские кулинарные традиции. Сегодня блюда представили журналистам. Мы надеемся, что будут эти площадки в каком-то варианте реализованы в разных событиях. То есть я надеюсь, что они будут ходить за туристами. То есть не то, что мы там специальные события. Это вот, наверное, анонс такого специального события. В общем, мы рассчитываем, что площадка маркета местной еды будут включаться во все культурные события, туристические. Стритфуд-фестиваль опробовали в Ярославле на главной масленице страны. Уличная еда предполагает включение местной продовольственной базы, событийный туризм и создание дополнительного рынка спроса. Погружение гостей в особенную ярославскую гастрономическую атмосферу – один из способов формирования ярких впечатлений. Интерес к гастротуризму на российском рынке начался пятилетку назад. В Ярославской области множество региональных кулинарных брендов, которые могут заинтересовать приезжих. Это, конечно, мечта – создать некий стритфуд-проект на основе местных специалитетов и сезонных местных продуктов. Вот, соответственно, такая цель. Ну и, соответственно, фестиваль семейный для всей семьи. Гастрономический туризм является одним из стратегических направлений развития туристической отрасли. Стритфуд поддерживает местных производителей, соединяя экономику и развлечения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова